Из имущества только воздух. Как живет в эмиграции? Актриса Оксана Фандера, жена Филиппа Янковского. Она начала сниматься в кино еще в 12 лет. Правда, первое появление будущей звезды на экранах прошло почти незамеченным. Но Оксана Фандера еще в детстве решила стать знаменитой, но не связывала свое будущее с театром или кино. Все изменил переезд в Москву, где она и состоялась в профессиональном плане и в семье. На протяжении многих лет она была рядом со своей семьей. Но вот уже почти два года Оксана Фандера живет в Грузии, а муж и дети остаются в России. Актриса уехала из страны, где прославилась и обрела счастье, и теперь совершенно не похожа на ту яркую и стильную девушку, которой она была. Южный темперамент. Оксана не раз признавалась своей любви к родному городу, Одессе, где она родилась и жила до своих 14 лет. Многие свои качества она унаследовала от отца, актера по профессии, человека свободолюбилого и яркого, благодаря наличию в его роду самых настоящих цыган. К сожалению, родители будущей актрисы расстались, и в 14 лет она вместе со своей мамой перебралась в Москву. По Одессе Оксана всегда отчаянно скучала. Ей не хватало моря, солнца. Но больше всего удручал ее тот факт, что москвичи были более холодными и закрытыми по сравнению с одесситами. Оксане приходилось постоянно усмирять свой южный темперамент и учиться вести себя совсем не так, как в родной Одессе. По словам актрисы, у нее было свободно дворовое детство. Она вместе с ровесниками бегала на море и на винограднике, не стеснялась проявлять эмоции. Вся ее компания была дружной и веселой. В Москве же ей пришлось застегнуть душу на все пуговицы и учиться жить по новым правилам, не проявляя открыто собственные чувства и скрывая истинное отношение к людям и к обстановке. Наверное, только в Одессе она снова отдыхала душой, поэтому и уехала туда, когда ей выдалась такая возможность. Бродила по местам своего детства, купалась в море, которое считала самым лучшим в мире. Ни слава, ни успех так и не смогли вытеснить из ее сердца ностальгию по яркому и счастливому детству. Она научилась держать свои чувства у заперти и выпускала их на свободу только на берегу Одесской части Черного моря. Счастливая судьба. Впервые в кино она снялась еще в 12-летнем возрасте, когда жила в Одессе, где снимали детский фильм «Приключения электроника». Правда, девочку, раз за разом называвшую Чижикова-Рыжиковым, особенно никто не запомнил. Впрочем, она вовсе не мечтала стать актрисой, ее манил цирк. Она видела себя на арене, в ярком костюме, в окружении хищных животных. Ее кумиром была Ирина Пугримова, известная дрессировщица, чью книгу она прочла не единожды. Но все изменилось после переезда Оксаны в Москву. И теперь вместо цирка она мечтала вернуться в родной город и не представляла себе, как может исполниться ее желание. После окончания школы она поступила не в институт, а на работу. Перепробовала себя в разных сферах. Была и уборщицей в театре моды, и бригадиром детских манекенщиц в доме моделей на Кузнецком мосту, и секретарем-машинисткой. Когда объявили о кастинге на первый в СССР конкурс красоты, Оксана Фандера не раздумывала ни секунды. Она увидела в конкурсе шанс громко заявить о себе. А многочисленные поклонники, которые восхищались ее красотой, заставили отбросить в сторону все сомнения. Она уверенно заняла второе место в московской красавице, и об Оксане заговорили. В том же 1988 году она поступила в ГИТИС, где училась в мастерской Анатолия Васильева. Она до сих пор с благодарностью вспоминает мастера, который учил студентов не просто изображать кого-то, а развивать свою личность. После конкурса красоты стали приглашать Оксану и в кино. Но, как говорят кинокритики, лучшие свои роли она сыграла в фильмах Филиппа Янковского. Они встретились, когда им было всего по 20 лет. А спустя три года они узаконили свои отношения. Вот уже больше трех десятилетий они вместе, несмотря на периодически появляющиеся слухи о разводе, говорили о том, что на самом деле в молодости они несколько раз были готовы расстаться. Но в дело вмешивался отец Янковского. Он серьезно поговорил с сыном, а затем и с невесткой. Сыну он сказал, что у Янковских не принято разводиться, и Филипп должен беречь семью, заботиться об Оксане и стараться не доставлять ей неприятностей. Какой разговор состоялся у него с невесткой, осталось неизвестным. Однако супруги теперь каждый раз на слухи о разводе только смеются. Они вырастили прекрасных детей Ивана и Лизу, которые стали достойными продолжателями династии Янковских. Но семья вынужденно разделилась. Оксана живет в Грузии, и теперь она в разлуке с семьей. После начала активной фазы конфликта России с соседним государством Оксана Фандера сразу же обозначила свою позицию. Оксана открыто демонстрировала свою любовь к Одессе. Писала об этом в комментариях, писала на стене в своих социальных сетях. И ее подписчики, и ее фанаты не одобрили такого явного выражения любви. Поэтому ей пришлось закрыть комментарии к своим постам. Но поделилась своими мыслями о случившись, отметив, что ее выходки оказались неверно истолкованы, и для множества людей стали почему-то не светом, а тьмой. И это для нее просто невыносимо. А потом Оксана уехала в Грузию, одна, без мужа и детей. Взяла с собой она только собаку, которая и составляет ей компанию вечерами. Вопреки вновь появившимся слухам о расставании Филиппа и Оксаны, супруги вовсе не собираются разводиться. Просто Филипп остается в Москве, где у него очень много работы. Но в свободное время он тут же лисит к жене в Тбилиси. После таких визитов Янковский размещает на своей странице социальные сети фотографии с женой, на которых видно, как счастливы они вместе. Но подписчики Оксаны и Филиппа отмечают не только это. Невозможно не заметить, насколько сильно изменилась Оксана после переезда из Москвы. Она практически перестала пользоваться косметикой, перестала красить волосы и носит удобную одежду оверсайз, не имеющую ничего общего с теми нарядами, которые носила Фандера, выходя в свет вместе с мужем. Она размещает снимки, на которых в волосах много седины, и поклонники актрисы считают, будто она измуждена и измучена. Когда же однажды актриса показала фотографию сумочки, из которой выглядывали бутылки алкогольных напитков, ее подписчики решили, что она злоупотребляет алкоголем. Но она, так же, как и раньше, вообще отказывалась от алкоголя. От каких-либо комментариев она отказывается, и лишь в философских текстах, которыми сопровождает Оксана свои фотографии, можно понять, как ей сейчас живется, о чем она думает и как себя чувствует. Печально, что в ее словах нет радости. Актриса откровенно страдает и обещает обязательно еще раз побывать в Одессе. Навестить могилы тех, кого там оставила. Она верит, что ее мечта сбудется. Надо только переждать. Это тяжелое время. В Тбилиси Оксана живет, как самая обычная домохозяйка. Гуляет с собакой, делает снимки в живописных местах и помогает приютам собак. Но в глазах ее, кажется, навсегда поселилась тоска. Ведь ее мечта о подъездке в Одессу почти за два года ничуть не приблизилась. А еще после 7 октября, когда начались боевые действия в Израиле, Оксана Фандера стала все чаще писать о своих еврейских корнях. И теперь у нее сразу две боли. Это Украина и Израиль. Все тексты Оксаны Фандера на самом деле очень пронзительны. У них читается тоска о мире, который был у нее в детстве. Его она лишилась после переезда в Москву и не смогла заменить ни своим успехом, ни семьей. Она по-прежнему всей душой рвется в свое светлое прошлое. Хочет его вернуть хоть на секунду и пережить те же самые счастливые моменты своего детства. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok